Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас зачитаю письмо. Сразу скажу, буду останавливаться. Это письмо не очень долгое, но я буду останавливаться, комментировать сразу, чтобы кое-что не упустить. Тема очень популярная, часто встречающаяся, поэтому мне захотелось разобрать эту историю. Добрый день, смотрю ваш канал 8 лет. Последние три года происходит в жизни нечто, которое окреляет, то меня прибивает. Мне 45 лет, дочери 16 лет. Была замужем, жили мы в Мурманске. Дочка подавала надежды, как хорошая спортсменка профессиональная, поэтому в 17-м году я переехала с ней в Подмосковье. И с мужем мы развелись 3 года назад, так как финансово он мне не помогал, давил и на самом деле был абьюзером. То есть, я здесь останавливаюсь сразу, да, то есть женщина уже была к своему разводу, она была в абьюзивных отношениях. Но проблема не в этом. 3,5 года назад на меня вышел мой бывший коллега по работе, который тоже переехал, как выяснилось, в Подмосковье. Долго я не соглашалась на встречу с ним, так как только начинался у меня развод. Я тогда думала, что он тоже женат. Раньше, лет 15 назад, он был не симпатичен, но не более того, у нас ничего не было. И начинает он разворачиваться эта история, которая, как женщина сказала, то прибивает меня, то окреляет. Это уже невротическая история, да, не эмоциональные качели здесь у нас видны. Я сразу вот в комментарии даю, да. Он предложил попробовать встречаться, но ничего не обещал серьезного. Он заядлый холостяк, мой ровесник, обеспеченный жильем, умеет зарабатывать деньги. Семьи и детей у него никогда не было. С девушкой бывшей они несколько лет прожили и разбежались. Говорил, что ему было тяжело, очень давило совместное проживание, что он не для этого. Сначала просто гуляли, встречались, потом иногда стали ездить с ним в Питер или в горы покататься на лыжах. Мы дочку не брали, так как он не проявляет инициативу брать ответственность за ребенка. Мы с ним бываем очень эмоционально близки, а иногда он как отдаляется. Вот здесь я сразу останавливаюсь. Вы понимаете, почему вы были тогда в объединенных отношениях, сейчас вас мотает из стороны в сторону в невротических отношениях, когда вы страдаете. Вам больных отношения отзывали. То есть вы не наслаждаетесь, а вам больно. Больные, это только причиняется какая-то, помимо любви, есть боль, перемешка любви и боли. Он сразу сказал, ничего не обещаю серьезного, к ребенку не проявляю, мне не нужна ответственность никакая. И он даже говорит, что я прожил с девушкой, но так и не расписался, мне было тяжело, на меня давили совместное проживание, отношения, совместный быт. Потом из письма, мне кажется, пойдет дальше, что вам нужно серьезные отношения, вы хотите. То есть условия его понятны. Это вы делаете вид, что вы этого не слышите и не считываете, хотя вы считываете, вы мне об этом в письме сами пишете своими руками. Делаете вид, что этого не происходит и этих условий нет. То есть он к вам, по сути, честен и говорит все как есть. Ничего не обманывает, не обещает то, чего не может сделать и так далее. Все довольно-таки по-честному. Просто в этой ситуации, на данный момент, что я вижу, вы не хотите видеть, какой у него настрой. Проблема капслоком. Главным образом состоит не в том, что у него нет желания организовать совместный быт, а в том, что он часто и надолго уезжает без меня. Сейчас здесь остановимся. Вот смотрите, проблема не в том, что у него нет желания организовать совместный быт. Да нет, блин, вот в этом и есть проблема. Вы проблему как-то из главной проблемы, вычленение кусочек, самый то, что приносящий боль, он уезжает надолго без меня. Что делать? Вас оставляет. Разлука. На самом деле он вас тем самым держит на паводке, на эмоциональной зависимости. Вы в эмоциональных качелях находитесь. И пока вы за ним вот так вот вы же на это поддаетесь, это определенный момент манипуляции, назовем для чего-то своего. Как вы там потом миритесь, ругаете. Короче, перчинка в отношениях. Так вот, проблема-то как раз в том, что у него нет этих планов. Его поведение объяснимо. Он ведет себя как настоящий гуляющий кот. Он пропадает и возвращается. А вы принимаете. И принимаете его несерьезность, и принимаете такое поведение. И ищите этому оправдания. И пытаетесь подстроиться и так далее. То есть у него проблем нет. Он сказал, мне ничего серьезного не надо. Показал и ведет себя так, что ему ничего серьезного не надо. А вам это причиняет боль. То есть на нем подзависли вы. У него все в порядке. Например, в Мурманск он поехал после нашей совместной недели. Он был там еще месяц остался там. По осени с братом и его компанией уехал кататься в Шерегеш. И что он совместный отпуск планирует сейчас с семьей брата, то с другими какими-то людьми, но не со мной. Потому что, видите, с семьей брата, с друзьями. Они ему ближе. Они, назовем так, его семья. То есть человек, почему он так себя ведет? Он очень сильно боится отношений и ответственности. У него проблема брать ответственность. Поэтому он говорит, я холостяк, я гуляк. Или как-то хоть как это можно называть и оправдывать. Но суть одна. Он настолько боится близости, он настолько травмированный, что не подпускает к себе. Он как бы типа вас подпустил. Но к сердцу, к настоящему отношению, к принятию ответственности и к доверию тут же не способен. Этот человек очень сильно обижен, очень сильно этого боится. У него нет доверия. Он с ними, потому что они его семья. Он их допускает до своего, назовем так, сердца. А вы, как бы да, любовь в сердце, но немножко другое. Вы женщина, а вы нет. То есть он не хочет. Именно проблема его травма в семье. Они брат-семья, друзья для него. Семья, он с ними совместно время проходит. Но женщину, когда своей семьи не раньше вас, ни вас, никого не допускает. Короче говоря, у него проблемы с объединением слов в семья. Травма семейная у него. В поездках совместных у нас все окей. Не ругаемся. В жизни, по возможности, он помогает, как в быту. Отремонтировать что-то. То финансами. В кафе и ресторанах платят за меня. Но в поездках иногда я тоже плачу часть размещения сама. То есть, типа, нормально, адекватно у вас с этим, да? Иногда ездили на пикники вместе с его друзьями или братом. Меня расстраивает. Видите, даже впускал вас в свой ближний круг семейный. Меня расстраивает, что он прямым текстом говорит. Прямым текстом человек говорит, что не хочет совместного проживания. Он сейчас поехал с братом в Таиланд. Он и меня звал, но с условием, что я часть поездки оплачу сама. Видите, проблем с оплатами и деньгами у него, вы сказали, он умеет зарабатывать деньги. Вот это оплати сама часть. Это граница. Не приближайся. Ты как туристка, ты как рядом, как подружка ешь. Не как моя женщина, которая ее повез в отпуск, за которую плачу. Это проблема сближения его. Этим условием он очерчивает границу, ставит как бы забор между вами. Я поехать не смогла, так как у дочери экзамены. Да и по финансам непросто, потому что мы с дочкой в съемной квартире живем. Я свою продала в начале пандемии, так как нужна была огромная сумма на обследование операции дочери. Я в душе надеялась, что он перенесет эту поездку на осень, чтобы и я тогда смогла присоединиться. Желаю вашей дочке хорошего здоровья. Я не могу просто взять и разорвать наши отношения, так как знаю, что трудно найти человека, с которым во всех планах будет комфортно. У меня теперь вопрос. Вот он ответ вам. Я не могу. Мне будет во всех планах комфортно. У вас уже не во всех планах с ним комфортно. Вам с ним некомфортно. Он вас отдаляет, держит на дистанцию, очерчивает четкую границу и говорит открытым текстом. Не хочу с тобой вместе жить. Дело не в тебя, в моем страхе, что я этого боюсь и не допускаю до себя близко. Значит, это невротические больные отношения. Мне некомфортно, но и я бросать не буду. Типа, вы сами себя обманываете. Мне некомфортно, но я вру себе, что мне с ним комфортно. Мне с этим человеком спокойно в целом. Условия выбора отношений. Помните, девочки, кто был в марафоне здоровых отношений? Условия, да, наши условия отношений. Ваши условия, чтобы мне с этим человеком было спокойно. То есть ваша психотравма застряла в неспокойстве неком, которое у вас было раньше. Много обещано в быту им и у нас общие интересы. У нас бабушки вместе работали, и родители, и мы. Своим бывшим коллегам мы не афишируем наши отношения, так как это наши личные. Да, он даже им не рассказывает, а что афишировать. Он же холостяк, в общем, все понятно. Перед его атлетом в Таиланд спокойно, открыто я ему сказала, молодец, что мне это не нравится, и что теперь бы вместе, мол, знакомые все твердят, что в Тае без жен подруг ездят туда за интимными услугами. Совершенно правда. Решила постараться, но смотрите, здесь вы немножко обманываете сами себя. Вы сказали честно, открыто, молодец, но вы сказали, я переживаю за то, что туда едет без жен и подруг для того, чтобы, там, не знаю, условно, с бабами развлекаться, да, назовем. Но он же вас звал, и условие его было, личная граница очерчена, заплати за себя сама. Ты не моя женщина со мной, а подружка моя, да, условно. Вы же в Тамбу были, он вас пригласил. Это двулично очень, да. Вы себя успокаиваете этим типа разговором. Потому что на самом деле за ваши претензии разговор был, он должен был, разговор звучать по-другому. Не про то, что едут без жен и подруг в Таиланд развлекаться, а по-другому. Я хочу поехать с нами совместно, как парень и девушка, как там, женщина и мужчина, как серьезные отношения. Вы же не это сказали ему. А про каких-то тайских баб, ну, простите, ваш аргумент вообще не работает, вы это сделали для вида, потому что он вас приглашал. Условия просто вам не понравились, и вы отказались. Решила постараться за время его поездки как-то дистанцироваться, отдалиться, не писать первое, не рассказывать о себе. Молодец, правильно. И вообще найти силы завершить эти «отношения» в кавычках. А в идеале найти другого мужчину, хотя мне не хочется. То есть мой мозг понимает, да, надо заканчивать историю нездоровой, а конетель происходит. А эмоции мои говорят, нет, я не хочу, желания мои другие. Мне нравится вот так вот конетелец, а он же типа создаёт мне ощущение спокойствия, которого нет. Типа мне с ним комфортно и спокойно, хотя мне не всё удовлетворяет в нём. Правильно ли это? Да, правильно, надо на самом деле разрывать этот узел, перебивать, отдаляться от этого человека, перестать с ним общаться. На самом деле, как говорит Лоповский, соскакивать с этих отношений, в которых вам что-то не нравится. Может мою историю озвучить и вынести с нас у зрителей с уважением за ваш труд. Потом мы с девочкой переписывались, дальше надо писать. Дело в том, что среди моих близких, так и дальних, и знакомых женщин, довольно много людей, которые хотя бы раз на жизненном пути попадали в капкан, уйти нельзя и остаться. У вас нет капкана. Вы его в своей голове для себя придумали, другие девочки тоже. Очень просто, да, да, нет, нет, не надо усложнять. Вот не можете принять решение, остаться с человеком, как принять, развестись, не развестись и так далее. Всегда от сложного идем к простому, на да, да, нет, нет. За этим стоит счастье. Не усложняйте, а упрощайте себе задачу. Тогда будет верное, правильное решение. Сводите на да и нет. И вы тогда, зная свои желания, примите решение. Опять же, наш марафон по желаниям был. Может, людям будет интересно, как наименее травматично выйти из этой ситуации, или как сделать так, чтобы партнер поменял отношения и ощутил цены. Смотрите, какой запрос. Галя, подскажи, как сделать, как его поменять, чтобы он ощутил мою ценность, чтобы он меня полюбил и условно, ну, полюбил в том плане, что захотел меня приблизить к себе. Понимаете, запрос. Поменяйте человека, подскажите, как его поменять. Не надо его менять. Он четко заявляет, чего он хочет. И это его выбор. И он имеет на это право, как ни крути. А вы имеете право либо подстраиваться и терпеть то, что вам не нравится, либо не нравится и уходить. Для того, чтобы быть в отношениях с этим человеком, вы поменять без его желания его не сможете. У вас два варианта. Либо уйти, либо продолжать терпеть, подстраиваться и выжидать. Быть ждуном. Можно ждать так до бесконечности. Я знаю, даже много семейных пар, которые так и не расписались, но как-то вот снюхались и живут вообще. Как называется, типа, или в гражданском браке, хотя самоопределение неправильное. Не расстаются. Но и вот эта подпись, штамп в паспорте, это прям клеймо для одного в отношениях, который просто терпит, назовем так. Их все устроено. Ну, короче. Вы понимаете, что ваш запрос уже невыполним? Галя, как переделать человека? Нельзя его переделать, если он этого не хочет. То, мы с ним поговорили, пообщались. Не хочет? Да, да, нет, нет. Нет. Тоже это у нас было условие на марафоне здоровых отношений. Я вам расскажу такой секретик. Отношения больные, травматичные, длятся ровно столько, сколько вы этого хотите и позволяете им длиться. Если вы сводите да-да, нет-нет, все быстро заканчивается. Здесь только вопрос вашего терпения, насколько вы готовы страдать. Если вы невротик, вы так вот это вообще кайфуете и этим наслаждаетесь. Он вашу потребность не закрывает. Он не спокойный, не надежный, не такой штиль, короче, полный. Он вам доставляет неудобства и дискомфорт. Это вы себя обманываете, что типа с ним спокойно. На самом деле нет. Вам с ним некомфортно. В каких-то таких моментах, да, бытовых там еще каких-то, но в самом важном объединении нет. Это вопрос вообще тоже доверия у него. Вы это все чувствуете, все это знаете, не буду даже повторять. Поэтому все очень просто. Вы составляете разговоры. Вообще, поймите для нас, что вы хотите. Вы хотите свободных отношений? Какие у вас условия? Я хочу с тобой жить. Как я поняла, вы хотите, это уже встречалось в разговоре. Я хочу свадьбу, брак, детей еще. Или нет, неудобно встречаться, чтобы мы вместе не жили. У нас просто такие отношения, которые у вас сейчас и есть. Если меня это не устраивает, они вас не устраивают. Говорите, вообще поймите для себя, чего вы сначала хотите. Потом вы человеку говорите о том, что информируете. Даете ему право высказаться за или против, поддержать или сказать против. Нет, я не хочу. Почему у него за? Почему он этого не хочет? И потом уже принимайте решение. Я готова это дальше терпеть. Этого разговора второй раз уже не будет. Это точка. Один раз разговор такой происходит. В здоровых отношениях так. Или я расстаюсь с этим человеком. Все. Просто. Но перед началом разговора должны понять. Если я услышу ответ, не удовлетворяющий меня, что он не хочет выполнять мои слова или идти на какой-то компромисс, где-то пододвигаться, начать, например, совместно жить, но не расписываться или что-то такое, вы будете готовы к тому, что получите такой ответ. Если вы включите обратно заднюю, все это услышите, и все-таки останетесь дальше терпеть, больше такого разговора не будет. Он не будет иметь эффект. Этот человек все точно знает. Он вашу границу, ваши условия нарушает. Попер вашу границу. Никогда с вашей границей считаться больше не будет. Все. Это может вернуться назад, если у него есть чувство. Если вы ему четко говорите, все, расстаемся, до свидания, он через какое-то время поймет, без вас поживет, почувствует, он будет скучать и так далее, поймет, что он потерял, он тогда к вам может вернуться через какой-то короткий промежуток времени, условно до месяца. Есть вариант сохранить отношения. То есть на то, есть ли у него чувство, любовь и так далее, насколько вы для него значимы. Переделывать, подстраивать, это не работает так. И дальше еще дочитываю. И в этой истории есть еще такой момент, что выйдя из развода, я попала в пандемию, а потом, вот это вот причина на самом деле, почему вы за этого мужчину держитесь, почему он вам нужен. Выйдя из развода, я попала в пандемию, а потом и в длительную болезнь дочери. Я потеряла доход и квартиру. Мой друг довольно сдержанный человек, скуп на эмоции, и по жизни старается избегать эмоциональных стрясок. Вот он, у него страх. Эмоциональные стряски. Психотически травмированный человек, боящий, у него нет доверия. Из семьи у него есть какая-то психотравма, из его семьи из детства ему подорвали доверие. Поэтому он не сходится, поэтому он не женится. Он не доверяется через маму, скорее всего. У него был конфликт с мамой, проблема там. Он фактически единственный из моих знакомых, кто выдержал мой жизненный ад. Я бы сама от себя сбежала тогда. Это тоже важно для меня и затрудняет процесс сепарации. Знаете, в чем дело? Он вас поддержал. Знаете, в чем сделал? Самый секретик ваша, в чем ваш невроз? Принял вас в вашем плохом настроении, в трудной ситуации вас поддержал. Принял вас безусловно, безусловие. И вот у автора письма в чем проблема? То, что вас любили из-за условий. Вас с детства не принимали безусловно, не любили безусловно просто за то, что вы есть на этом свете. Вот это вас триггерит, поэтому вы за него держитесь. Весь, скажем так, спусковой крючок в этом заключен. Он боится доверять у него психотравмы на эту тему, он боится доверять женщинам, вступать в брак. Возможно, даже был, скорее всего, насилие какой-то страны мамы в детстве. А имя это физическое. Она очень сильно отразилась, наверное, на всю его жизнь. А у вас? Вас не принимали безусловно. Вот такая история. Вот так вы два и встретились человека. Как это может закончиться? Не пытайтесь переделать. Вот разговор, да-да, нет-нет. Сводим все, упрощаем. Конкретно задаем, спрашиваем, то, что нас интересует, обязательно. У вас может захочется хорошо история, вы с ним можете остаться. Знаете, когда? Вы можете перетерпеть все это, быть долгим, терпилой, но понимать, ждуном вот этим, да, долго ждать, что изменится. А к нему вы можете какие-то найти, и, скажем так, ну, честно, это все равно не залог здоровых, понимаете, отношений. То, что я рассказываю, не про здоровые отношения, не про счастливого человека. Опять же, вы там где-то в ущерб себе, вы можете продолжать оставаться ждуном, если выберете эту историю, но все может хорошо закончиться, он начнет на нее с вами жить, и там может распишется с вами, только если вы у него завоюете его доверие. То есть он с вами переработает каким-то образом, не знаю, каким-либо психологом, ну, условно, вы будете с ним в отношениях, когда его отпустят, его психотравмы насчет доверия к матери своей, вот этой психотравмы семье. Если он с этим делом расстанется, с этим страшным багажом, мешком за своей, за своей спиной, за этот рюкзак этот скинет спричь, расправит их, он с вами может быть в отношениях. Но, видите, он ничего вообще не делает для того, чтобы решать эту проблему. Он очень, наверное, не думает, что у него есть проблема, ну, конечно, он подкротчики знает, но делает вид, что нет проблемы. Очень все просто. Он говорит открытым текстом, «Мне ничего не надо, я за свободное». То есть это очень долго, может, придется терпеть. Вам оно, просто подумайте, вам-то это надо. Вообще, счастливый человек тот, кто живет для себя. Зачем? Для кого-то тратить свои лучшие годы жизни в смысле, что ты даже можешь не уменьшать со успехом. Вот и все. Спасибо вам всем за внимание большое. Пишите ваши комментарии, автор письма, подписчица нашей. Пусть она почитает, посоветует. Я думаю, что очень многие попадают в такие ситуации. Как вы из них выходили? Стоит ли ждать? И если ваша история заканчивалась плохо или хорошо, напишите, что я ждала ее, да, у меня выгорело, или я ждала, мне зря потратила время. Пусть она почитает, хотя процент посмотрим. Успеха, скажем так, стоит ждать. Помогите ей принять решение. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите мне на почту, она в инфобоксе под видео. Если вы хотите в марафон поучаствовать, у нас будет марафон в начале июля месяца, попозже дам анонс. Это, по сути, за стоимость одной консультации. У нас будет 4 встречи в инстаграм закрытом аккаунте. Будут 4 прямых эфира. Я буду отвечать на все ваши вопросы. Такая онлайн-консультация в массовом, скажем так, потоке будет. То есть, большим количеством людей будут отвечать на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Всем пока.